Сегодня мы поговорим о таком устройстве как фоторезистор. Вот эта штука у меня в руках. И к делу мы подойдем не как электронщики, которые сразу стали бы обсуждать возможности ее использования, но как физики. А физиков интересует, как эта штука устроена, какие у нее есть характеристики и как их аккуратно измерить, и почему эти характеристики такими получаются. Ну и конечно, раз это фоторезистор и его сопротивление меняется в зависимости от освещенности, то хочется начать этот ролик совсем элементарного опыта. Взять и измерить сопротивление этого устройства в зависимости от его освещенности. Сейчас фоторезистор закрыт кружкой, свет на него практически не попадает, и мы видим, что его темновое сопротивление составляет более 200 мегаом. Этим прибором мы его просто не можем измерить. Убираем кружку, переключаем регистр, и при общем сумречном освещении сопротивление упало примерно до 86 кОм. А теперь посветим на фоторезистор ярким фонариком, и мы видим, что его сопротивление при таком освещении стало меньше 2 кОм. Наш фоторезистор представляет собой тонкую пластинку сульфида кадмия, к которой подсоединены металлические контакты. Сульфид кадмия это полупроводник, свободных зарядов в нем нет, поэтому в темноте его сопротивление очень велико. Когда мы его освещаем, поглощенные фотоны порождают пары из свободного электрона и дырки. Очевидно, что установившаяся концентрация свободных зарядов будет тем больше, чем больше освещенности. И кажется, что ток при данном напряжении будет пропорционально освещенности. Проверим это. С этой целью мы построили вот такую установку. Последовательно с фоторезистором стоит резистор с сопротивлением 100 Ом. На конце этой цепочки подается напряжение 10 В. Мы измеряем напряжение на резисторе, делим его на 100 Ом и узнаем силу тока в цепи. А напряжение на фоторезисторе можно считать равным 10 В, потому что даже при ярком освещении его сопротивление много больше 100 Ом. Рядом с фоторезистором установлен датчик освещенности. А теперь проведем сам эксперимент. Чтобы освещенность фоторезистора менялась медленно, я буду постепенно поворачивать яркий светодиодный светильник. Освещенность растет, и вместе с ней растет сила тока. Давайте посмотрим, как они связаны между собой. Вначале ток растет достаточно резко. Но затем, с увеличением освещенности, он растет все медленнее и медленнее. А мы ожидали увидеть прямую пропорциональность между током и освещенностью. В чем же тут дело? Может быть, при увеличении освещенности происходит насыщение фоторезистора, и новым парам дырок и электронов уже неоткуда появляться? Однако более правдоподобным выглядит другой вариант – уменьшение времени жизни свободных носителей из-за увеличения их концентрации. Ведь когда электронов и дырок становится много, им проще встретиться и рекомбинировать. Примитивная модель говорит, что концентрация носителей, а следовательный итог, должны быть пропорциональны квадратному корню из освещенности. Наш экспериментальный график был не совсем квадратным корнем, но, во всяком случае, похожим на него. С физикой мы до какой-то степени разобрались, а теперь поговорим о применениях фоторезистора. Понятно, что фоторезисторы могут использоваться в датчиках освещенности. Среди этих датчиков выделяются фотоэкспонометры, используемые в фотографии и киносъемки. Фоторезисторы могут также управлять устройствами, в которых требуется автоматическое включение освещения в темноте и выключение на свету, например, в навигационных речных и морских боях и бакинах. Ну а теперь наш традиционный вопрос. Если вы поищите изображение фоторезистора в интернете, то с большой вероятностью вы наткнетесь вот на такую картинку. И я хочу спросить, а что за змейку мы здесь видим и для чего она так устроена? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok